Анна Катрина Вестли, повесть папа-мама-восемь детей-грузовик, глава восемнадцатая, складчина. Один только папа знал, где живут старики. И сколько мама Нева спрашивала, чтобы узнать, куда они поедут, папа так ничего и не сказал. Он только покачивал головой и подмигивал с таинственным видом. «Ну ладно, завтра мы все сами увидим», — сказала мама. — Только я не понимаю, что с тобой происходит в последнее время. — Ничего, поймешь, — сказал папа и поднял маму к самому потолку. Мама кричала, папа смеялся, а детям даже очень нравилось, что их папа стал таким странным. В воскресенье утром папа велел им одеться потеплее, потому что ехать зимой в кузове очень холодно. Вообще-то он устроил над кузовом крышу из брезента, но от холода крыша почти не спасала. — А самоварная труба тоже поедет с нами? — спросила мама. — Конечно, поедет, — сказал папа. — Ей там очень понравится. У бабушки не было с собой теплых вещей, поэтому папа завернул ее в толстое шерстяное одеяло и посадил в кузов. На этот раз с папой пришлось сесть малышке Мортону и самоварной трубе. Остальные залезли к бабушке в кузов. Они хлопали друг друга по спине и громко пели, чтобы согреться. Им не было видно дороги, они только замечали, что иногда их слишком сильно подбрасывает. — Не очень-то эта дорога похожа на городскую, — сказала мама после нескольких основательных подскоков. — Ну-ка я посмотрю. Мац нашел небольшую дырочку в брезенте и начал рассматривать дорогу. — Я вижу елку! — закричал он. — А вот еще и еще! Да здесь целый лес! Какая прелесть! Наконец грузовик остановился, папа поднял брезент с кузова, дети попрыгали на землю и начали осматриваться. Перед ними стоял маленький домик, в котором жили вчерашний старичок и старушка. — Они здесь живут? Как здесь красиво! — воскликнула мама. — Здесь и правда было очень красиво. На крыше дома и на сарае лежал толстый слой чистого снега. Березы сверкали инием. Казалось, что они особенно принарядились к приезду папы, мама и восьми детей. — Вот мы и приехали! — сказал папа и похлопал березку по стволу. Папа постучал в дверь, и все терпеливо ждали, пока им откроют. Все, кроме самоварной трубы, которая носилась взад и вперед, рылась в снегу и прыгала во все стороны. Это, конечно, не то, что гулять по улицам на поводке с серьезным видом. Дверь открыла старушка. Сегодня на ней был белый нарядный передник и белый платочек на голове. У нее был такой же праздничный вид, как у берез. Перед дверью лежали свежие еловые ветки. — Как у вас здесь хорошо! — сразу сказала ей мама. — Добро пожаловать, добро пожаловать! — приветствовала их старушка. — У меня есть для взрослых кофе, а для детей молоко и печенье для всех. Когда все поели, старушка захотела, чтобы они осмотрели их дом. И теперь папа оказался таким же любопытным, какой была накануне старушка. Он заглядывал во все уголки. После осмотра дома дети захотели пойти погулять. Столько снегу сразу в городе не увидишь. Надо было воспользоваться случаем. Они выбежали на улицу и принялись катать большой снежный ком. Время прошло незаметно. Когда папа, мама и бабушка вышли из дома, они увидели большого красивого снеговика. Он стоял, высоко подняв руки, и когда дети уезжали домой, им казалось, что снеговик машет им вслед. По дороге домой все притихли. Каждый думал о своем. Мама задумчиво сказала. Какой смысл мечтать о том, что все равно невозможно? А когда они вошли в свою квартиру, они сказали те же слова, что и папа, вернувшись в первый раз из домика в лесу. Ну и теснота же у нас, и какой беспорядок! У всех было плохое настроение, у всех, кроме папы. Он был таким же странным, как и все эти дни. Он насвистывал и смеялся, что-то бормотал в полголоса, ходил, приложив палец к носу и о чем-то думал. На другой день его почти не было дома. Когда мама спросила, где он пропадает, он ответил. Бегаю по всяким конторам. Радуйся, что тебе не приходится заниматься тем же самым. Но вот почему он бегает по всяким конторам, он так и не сказал. Как-то вечером папа спросил, все ли дети дома. Для верности он устроил перекличку по именам. А дети, мама и бабушка ему отвечали. Садитесь, сказал папа. Нам надо поговорить об одном очень важном деле. Помните ли вы маленький домик в лесу? Все с удивлением посмотрели на папу. Но как он может задавать такие странные вопросы? Да ведь они ни о чем другом и не думали все это время. Хороший дом, сказал папа. Может быть, мы скоро опять поедем к ним в гости? Спросил Матс. Может быть, и поедем, сказал папа с лукавым видом. Я думаю, что мы там будем жить, но это зависит от одной вещи. Чтобы купить этот дом, нам надо достать пять тысяч крон. Сам дом уже старый и стоит немного, но вот участок очень хороший. Да вы сами видели. Мы можем купить его, потому что старики страшно хотят переехать в город. Они могут жить здесь, в нашей квартире. А мы будем жить в том домике в самом лесу? Спросил Матс. Ты хочешь сказать, что именно мы будем жить в том доме? Спросила Марта. А разве у нас есть пять тысяч крон? А что будет, если мы не достанем столько денег? Во-первых, успокойтесь, сказал папа. У нас с мамой есть у каждого по две тысячи в банке и понемногу денег у каждого из вас. Мы положили их в банк на ваши имена, когда вы были маленькими. Если вы хотите купить дом, давайте устроим складчину. Мы возьмем ваши деньги, а потом постепенно снова накопим. Конечно, конечно, сказали дети. А где наши сберегательные книжки? Вот они, сказала мама, порывшись в верхнем ящике комода. Смотрите, у меня есть триста крон, сказала Марен гордо. А у меня двести. Обрадовался Мартин. Даже двести пять. А у меня сто пятнадцать, сказала Марта. Вы старший, так что у вас денег больше, объявил им папа. Ну-ка посмотрим. Всего у вас шестьсот двадцать крон. И у меня восемьдесят, сказал Мац. Значит, семьсот, сказал папа. У Моны, Мили, Мины и Мортона по пятьдесят крон, сказала мама. Уже девятьсот, обрадовался папа. У нас есть почти все деньги, мать. У меня есть две кроны, кроме денег на обратную дорогу, сказала бабушка. Я думаю, тебе теперь не понадобятся деньги на обратную дорогу, заметила мама. Теперь тебе лучше жить с нами. Места у нас хватит, и ты сможешь вязать всем теплые носки. Ты правда так думаешь? Спросила бабушка. А ты что скажешь, отец? Я согласен с мамой. А так как я рву носки больше всех, тебе придется и работать больше всего на меня. Я сейчас же пойду и дам телеграмму, серьезно сказала бабушка. И она пошла отправлять телеграмму, а в телеграмме было сказано. Пришлите мои вещи, потому что я не вернусь обратно. Спасибо за все. Всем привет, бабушка. И она вернулась домой. Если бы вы знали, как она радовалась, что будет жить вместе с папой, мамой и детьми. Проходя мимо грузовика, она похлопала его по заднему колесу и сказала. Ну, скоро ты повезешь нас всех на новое место. Ты доволен? Грузовик ничего не ответил, но ему хоть стало ясно, почему папа в последние дни так часто навещал домик в лесу. Конечно, теперь все переменится, но ведь люди-то останутся прежними, и значит, все будет в порядке. Так думал грузовик. Когда бабушка вернулась домой, там шла оживленная беседа. Скоро мы переедем завтра? Спросила Мона. Нет, ответил папа. Через две недели старикам надо дать время собраться. Я обещал помочь им с переездом. Я повезу туда наши вещи, а вернусь с их вещами. Только не бери сразу много, предупредил его Мац. Помни о грузовике, он тоже может надорваться, тогда тебе же будет плохо. Я уже все обдумал, Мац. Лучше я сделаю лишний рейс, так что не бойся за грузовик. Просто не знаю, как я проживу эти четырнадцать дней, заметила Мона. Они быстро пройдут, у нас так много дел, утешил ее папа. На другой день за обедом Мац сказал. «Если бы вы видели, как удивились учительница и все мальчики в классе, когда я рассказал им, что мы купили дом». «И у меня тоже», – сказал Мартин. «Они решили, что это шутка». «А это правда», – сказала Марта. «Меня одно тревожит», – заметил папа. «Вам теперь придется далеко ходить в школу. Правда, зимой вы сможете ходить на лыжах, да и летом прогуляться через лес не так уж плохо». «Ведь мы будем ходить все вместе, нам будет весело», – сказала Марта. «Все были очень рады и не могли говорить ни о чем, кроме переезда. Но Нижняя Хюльда и Хенрик вовсе не радовались. Хюльда так жалела, что они переедут, так жалела». «Без вас снова будет тихо», – вздыхала она. «Так тихо, что мне опять придется спать после обеда». «Зато ты сможешь приходить к нам в гости», – утешала ее мама. «Летом вы будете приезжать к нам, как на дачу, и жить у нас, сколько вам захочется, а зимой будете гулять на лыжах в лесу и потом у нас обедать». «Теперь я уже не смогу работать вместе с тобой на грузовике», – грустно сказал Хенрик папе. «Почему же?» – удивился папа. «Я буду приезжать за тобой утром. Все будет в порядке». «Все равно мне грустно, что вы больше не будете жить над нами», – твердил Хенрик. «Тебе придется помочь мне в день переезда», – сказал папа. «А потом так уж и знай, мы с тобой немного постолярничаем. Сам знаешь, дом не новый». «Есть постолярничаем». Ответил Хенрик и заметно повеселел. Папа оказался прав. 14 дней пролетели незаметно, потому что у всех было очень много дел. И вот в понедельник утром на маленький грузовичок поставили все 8 кроватей и комод. «Надеюсь, больше меня ничем не нагрузят», – подумал грузовик. «А то у меня кузов перекосится еще больше». Папа сразу догадался, о чем думает грузовик и сказал. «Ну, хватит с тебя, дружище, поехали». Дети очень расстроились, что их не взяли в первый рейс. Маме некогда было даже голову поднять, потому что она омыла пол в комнате, там, где стояли кровати. «Хорошо, что мы покрасили осенью пол в красный цвет», – сказала мама. «Он такой красивый, так блестит, неудивительно, что наша комната всем нравится». «Даже жалко уезжать от такого красивого пола», – сказала Маран. «Но ведь мы и в новом доме тоже сможем покрасить пол в красный цвет». «К весне обязательно покрасим», – сказала мама. «Прошло несколько часов, и они услышали, что приехал грузовик. В кузове стояли стол и стулья, но грузовик не устал, потому что домик в лесу стоял на горке, и грузовику было легко съезжать вниз. Но вот от жажды у него все внутри пересохло, и он очень обрадовался, когда папа отвинтил крышечку у него на носу и дал ему напиться. Младшие дети и самоварная труба в этот день сидели у Хюльды. Хюльда старалась на прощание напичкать их всем самым вкусным, что только у нее было. Время от времени она начинала плакать, и слезы лились у нее ручьем. А Мона, как могла, утешала ее. «Мы будем часто приезжать к тебе в гости. Теперь ты наша городская тетя. Ведь у нас здесь нет других тет, кроме тебя, и нам будет очень приятно приезжать к тебе». После этих слов Хюльда на некоторое время переставала плакать. Наконец грузовик приехал из леса в последний раз. Он привез последние вещи, старика и старушку. «Будь добра, Хюльда, помоги этим старикам, чем сможешь. Они ведь не привыкли жить в городе, так что последи немного за ними», – попросила мама. «Не беспокойся, я все сделаю», – ответила Хюльда. Ей было приятно, что кому-то нужна ее помощь. Осталось только погрузить в кузов самоварную трубу, бабушку, маму и детей. Дети махали руками, а наверху в их бывшем окне стояли старик, старушка и нижняя Хюльда, и тоже махали детям. И грузовик тронулся в путь. «Вон стоит наш дом», – сказал Мац, увидев посреди маленький домик. «Он ждет нас», – сказала Мона. «Они спрыгнули с грузовика. Папа взял за руку маму, мама – бабушку, бабушка Мортона, Мортон – Мину, Мина – Милли, Милли – Мону, Мона – Маца, Мац – Марту, Марта – Мартина, Мартин – Марен». Марен взяла на поводок самоварную трубу. И так они все вместе направились к домику в лесу, к своему новому дому. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...